Вот такой момент. Вот он. Вот все налилось сейчас, я вылью и опять. А в ночь, наверное, не смогу вот так сидеть и каждые пять минут это все выливать. До утра здесь, наверное, будет целый бассейн. Когда на улице идут дожди, многодетная мама Лейла Джалилова спасает свое жилище как может. Вместе с тремя дочерьми, одна из которых инвалид, она проживает в Красном Куте. Год назад, благодаря неравнодушным людям, женщина купила здесь небольшой дом. А на оставшиеся деньги решила его немного расширить. Пристройку возвели, а на крышу средств не хватило. Поэтому положили, как смогли. Вот у нас проблема вот в этой крыше сейчас. То есть везде все она сечет, в каждом углу почти. И вот как на улице начинается ливень, и так же вот здесь вот ливень прям идет. Не успеваем даже ведра выливать. За помощью Лейла обратилась к общественникам. Активисты движения «Быть добру» выехали на место, осмотрели дом, составили смету и объявили сбор средств. Семья Джалиловой малоимущая. Но в дело вмешалась экономика. По мере сбора средств выяснилось, что строительные материалы растут с каждым днем. И мы просто не можем физически успеть за ростом цен. Вот сейчас ситуация такова, что все собранные средства ей хватило только на покупку нескольких пачек памперсов. Все. То есть никакого ремонта крыши, конечно, мы не можем мечтать. Хотя есть люди, которые согласны бесплатно провести ремонт. И нам нужны только строительные материалы. Ситуация со строиматериалами сейчас напоминает историю с сахаром и подсолнечным маслом. Отдельные категории подорожали в несколько раз. В лидерах – древесина и металл. Как считают эксперты, причина всему – поставки за рубеж. Они для российских производителей стали приоритетными. В прошлом году лес-доска стоила 7,5-8 тысяч рублей за метр кубический. Сейчас она стоит 25 тысяч рублей за метр кубический. ОСБ подорожало в 4 с лишним раза. ДСП, ДВП подорожало примерно так же плюс-минус. В общем-то, все, что связано с производством из леса, подорожало. Металл подорожал тоже больше, чем на 100%. Все это началось ориентировочно в ноябре практически. Октябрь-ноябрь началось одновременно. По металлу практически монополисты, российские, да, тоже начали гнать основной объем за границу. Каждую неделю шли повышения, повышения, повышения цен. Так как из-за экспорта удовлетворять потребности внутреннего рынка нечем, начинается тотальный дефицит, а следом растут цены. С ноября месяца отсутствует вообще в наличии ДСП. Огромные перебои с ДВП. То есть у нас закупщики по всей России ищут и на заводах, и у крупных дистрибуторов. И мы вносим предоплаты и ждем по несколько месяцев продукции. И просто проблема. Многие останавливают стройки. То есть те, кто делали ремонт, они их просто сейчас останавливают, притормаживают. Из-за высокой цены на изделия из дерева куда выгоднее сейчас стало строить дома из кирпича или блоков. Нестабильные цены на строительные материалы и условия рынка диктуют свои правила. А потому компании, которые занимаются индивидуальным строительством, идут на вынужденные меры. В договоре мы прописываем отдельный пункт МТР, то есть это материалы. И, соответственно, клиенту сразу обозначаем. Или мы акцентируем на то, что от 15 до 20% мы закладываем дополнительно изначально. И вы как бы на это соглашаетесь. Или мы как бы ставим в ноль, но потом, если будут перебои в цене, именно материалы, работы не касаемо, то будьте добры, когда будет дополнительный акт сделанный, его нужно будет оплатить. А быть такие случаи, что вот вы уже начинаете строить дом, и человек понимает, что заказчик... Да, да, цена резко вырастает. Там я вообще последний раз там крутился, как велк в колесе, честно. Я обзвонил всем просто и искал материалы уже без чеков, без ничего, уже без документов. Лишь просто вывезти все со складов и возил. Заказчики говорят просто, Александр, давайте тогда в этом году мы фундамент будем ставить, а на следующий год будем строиться. Возможно, что-то поменяется на следующий год. Кто-то говорит даже, давайте будем закупаться каким-то материалом, потому что непонятно, что происходит. А в профильном министерстве параллельно бравируют цифрами вводимого индивидуального жилья. Согласно данным, предоставленным региональным Минстроем, за пять месяцев этого года количество квадратных метров выросло в полтора раза с аналогичным периодом прошлого. Однако не стоит забывать, что год назад свои коррективы внесла пандемия. На положительную статистику повлиял и принятый в этом году закон о бесплатном технологическом присоединении индивидуальных жилых домов к сетям газоснабжения. В Минстрое полагают, что эта мера подстегнула собственников регистрировать ранее построенное, но не поставленное на учет жилье. Рискнем предположить, что в профильном министерстве не видят проблем из-за резкого роста цен на стройматериалы. В ведомстве уверены, что темпы ввода ИЖС в ближайшие два года снижаться не будут. Что лежит в основе оптимизма чиновников, неизвестно. Времени на общение с прессой в Минстрое не нашли. Письменным ответом отделались и в региональном Минпроме. Там признают, что к росту цен привел ажиотаж на мировом и внутреннем рынках. Увы, но ни в одном ведомстве не дают ответ на вопрос, как за стремительным подорожанием угнаться многодетной маме из Красного Кута. Скоро осень, а в ее случае это не только подготовка к новому учебному году, но и ожидание дождей.